Здравствуйте дорогие друзья! Шаббат Шалом! Мы продолжаем наше изучение недельной главы Торы Р.Э. И мы продолжаем праздники. Вчера мы говорили о празднике Песах. Сегодня у нас праздники Шавуот и Сукот. Написано, что мы должны прийти в Иерусалим, все мужчины, в храм три раза в году. Песах, Шавуот и Сукот. Называется это Шалош-Регалим. Эти праздники. Мы посчитали вчера от Песаха, от второго дня Песаха, до начала праздника Шавуот, 49 дней, называется Счетомера, и наступает праздник Шавуот. Что это за праздник? Это праздник первинок урожая. Торо его называет, такой аграрный праздник. Мы приносим такие же жертвы, как праздник Песах. То есть, два быка молодых, один баран, семь годовалых ягнят. И приносим еще козла в грехесительную жертву, праздник Шавуот. Это день шестое Сивана. Ну и естественно, с каждым из животных приносится определенное количество муки, масла, вина. Все это описано в главе Пенхаса, в других главах. Но интересно, что если в главе Пенхаса написано, что то, что я сказал, два быка, один баран, семь ягнят, то если мы читаем главу Эмор, написано, что мы должны принести два квасных хлеба в храм и принести одного молодого быка, два барана, семь ягнят, что это такое вообще? В одной главе написано, что два быка, один баран, семь ягнят, а тут получается один бык, два барана, семь ягнят. Что это такое? Это вообще трудно понять, почему, казалось бы, разные главы и разные значения в одного и того же праздник, как это может быть такое? То смотрим на замечательный комментарий Раби Шлома Исхаки, Раши. Он пишет, что жертвы, которые описаны в главе Эмор, это жертвы, которые приносятся вместе с хлебами. Это дополнительные жертвы в праздник Шавуот. Вот с этими двумя квасными хлебами, которые мы приносим в Шавуот, мы приносим дополнительно еще одного быка, два барана, семь ягнят. И тогда получается у нас не два быка молодых мы приносим, а три. И не одного барана, а тоже три приносим. То есть сложите эти надо приношения. То есть есть в этом всем смысл. Не просто так написано. Это ни в коем случае нельзя сказать, что какая-то странность. Это просто надо понимать, что это дополнительные жертвы. Обычно мы приносим в храм обязательные жертвы, а не пресные. В данном случае, Всевышний сказал, квасные два хлеба. Ну, очевидно, их на жертвы никто не поставит. Их коины, видно, едят. По-другому ничего не скажешь. Что касается праздника Песох, то со второго дня Песоха нам разрешено употреблять в пищу новый урожай ячменя. А с праздника шоу, вот после того, как мы принесли эти два хлеба, квасных, мы теперь имеем право есть новый урожай пшеницы. Вот так. И если мы читаем Тору, мы понимаем, что праздник Шавот, шестое Сивана, это еще и день, когда мы получили десять заповедей на горе Синай. И мы видели звуки. Что удивительно, что Всевышний делает так, что мы даже видели звуки. Звук шафаров, мы видели звуки. И слышали первые две заповеди сами, по-стальные нам Маше передал. Это все в праздник Шавот. После этого праздника Маше идет на гору Синай, мы знаем, там получает он Тору. Мы, конечно, не дождались его, сделали Тельца, мы это очень хорошо с вами знаем, что мы натворили. И вместо сорока дней на горе Маше пришлось сто двадцать дней, три раза по сорок провести на горе. И потом Тора здесь возвращается дальше к этими праздниками Шалош и Регалим. Описывается праздник Суккот. Что такое праздник Суккот? Это праздник урожая. Мало того, что это показывает, что сорок лет мы жили в шалашах пустыни, в честь этого мы празднуем праздник Суккот, чтобы нам напомнить, что мы жили именно в шалашах. И теперь на семь дней каждый житель страны в Израиле должен жить в шалаше в эти семь дней праздника Суккот. Если это не страна Израиля, то это по поставлению мудрецов. Строим мы Суккот тоже. Если погода позволяет, то можно в ней спать и так даже лучше. Если погода не позволяет, холодно, стрякает эта страна, то достаточно того, что мы едим в суке. Потому что человек может заболеть, не дай Бог, а это второе от нас не требует. Еще этот праздник, когда мы молимся за все народы мира. Каждый день мы приносим быков. Первый день праздника Суккот мы приносим 13 быков, второй день 12 быков, третий день 11, четвертый 10, пятый день, девять, шестой день, восемь и седьмой день семь быков. Если мы складываем всех этих быков, то у нас получается 70 быков. В мире есть 70 народов, вот мы молимся за все 70 народов мира. Это весь праздник Суккот, что у них все было хорошо. И потом наступает праздник, который называется Шмини Ацерет восьмой. То есть это отдельный праздник, когда Всевышний хочет побыть своим народом наедине. Тогда мы не приносим уже столько быков, мы приносим одного быка, одного барана, семь огня отгадовалых. Вот так вот. Это именно такой день, когда Всевышний говорит, что все народы отгуляли, теперь я хочу побыть с вами. Вот самый священный день для еврейского народа. Праздник Шмини Ацерет. Он делится на два праздника сейчас. Шмини Ацерет и Симха Тора. Праздник Торы. Кроме быков мы приносим еще ягнят. Каждый день по 14 ягнят. Так вот, вот эти ягнята, 98 ягнят мы за 7 дней приносим, они служат борьбой против 98 проклятий главы книги Дворимки Того. Самые страшные главы Торы и Дверь. Вот одна называется Бехокотатайки Гава икра и здесь из Дворим будем читать главу Китого. Вот эти ягнята искупают эти грехи. В принципе глава на этом заканчивается. Говорит, что вы будете благословлены, если будете так поступать. Но Тора еще раз говорю, не требует от нас, если идет война, идти в Иерусалим. Говорит, когда Всевышний сделает мир на этой земле, тогда все обязаны идти в Иерусалим. Вот эти все три праздника. И с пустыми руками мы приходить не можем. Мы должны с тобой взять от того, чем благословил Настя Сильный, это мы берем вторую десятину, первую десятину мы отдали левитам, все мы поделяли, все там положено, отдали коинам, часть левитам, отдали, нет этого. А вот вторую десятину мы отделяем и эту десятину мы используем для себя. Мы приносим эти средства, вторую десятину и прогуливаем их в Иерусалиме, празднуем хорошо праздник Песох, Шавот, Сукот, чтобы у нас было все хорошо, Всевышний это все предназначен. Так ты захочешь, но нет, у меня есть другие нужды, а так нет, вот ты обязан прийти, взять вторую десятину, веселиться для этого, Всевышний нам ее предназначен. Кроме третьего года, каждый третий год от начала семилетнего цикла третий год мы должны вынести эту вторую десятину ко входу к наше жилище и там приходит левица, рода, вдова и им отдаешь дополнительно. Вот так вот. Но это не значит, что тебе нещий будет пойти. Если ты выполняешь западе, то у тебя всегда будет с чем пойти в Иерусалим, Всевышний тебя благословит. То есть если мы живем по тем правилам, которые нам говорит Всевышний, то он нам говорит, что у вас все будет хорошо. Всем шаббат шалом, всем браха парнаса ковна, что мы это время не грешили, учили Тору. Урок был дан за поднятие души моего папы Яков бен Нахум, моего дяди Владимир бен Григорий, моего брата Павел бен Ефим, Самуил бен Герш, Пхая Малка бот Йосиф, Мира бот Аврагам, Роза бот Михаэль, Папики Ури бен Харитон, Мендель бен Мендель, за здоровье Светлана бот Клара, Шимон бен Эцхак, Борис бен Мария, Анна бот Ривка, Аблина Перм бот Соня Сура, Лена бот Клара, Женя бот Ида, Анна бот Елена, Евгений бен Софья, Двойра бот Мирия, Моисей бен Ева, Ирина бот Двойра, Йосиф бен Раиса, Инесса бот Маэль, Евгений бен Берта, Евгений бот Ита, Фера бот Анна, Геннадий бен Лена, Леор бен Клара, Ольга бот Светлана, Йосиф Дан бен Цара, Таня бот Фрида, Ида бот Рива, Владимир бен Татьяна, Юлия бот Белла, Масл Парасас Гула, Ирина бот Ри, Арона Ре бен Ри, Захороший дух Арона Ре бен Двойра, Денис бен Ахум, Абигаль бот Сара, Парасай Бриют, Владимир бен Рая, Марина бот Рая, Борис бен Марина, Всего хорошего, Олегу Марченко, все еще раз, Шаббат Шалом, До следующей встречи, Надеюсь, это состоится в Йом Ришон, в 15.30. До встречи. Шалом.